Пресс-кул дословно перед школой. Именно так и следует понимать суть регионального нововведения. Детские сады становятся так называемыми предшколами. Новый стандарт детского сада распространяется прежде всего на воспитанников подготовительных, а с недавнего времени и старших групп. Однако это вовсе не значит, что теперь из дошкольной жизни исключили элемент игры и усадили детей за учебники. Нет, это прежде всего развитие ключевых навыков, позволяющих обеспечить преемственность образования. В перспективе выпускник детского сада с легкостью вливается в школьный коллектив. Идеальный выпускник детского сада – это тот ребенок, который владеет счетом в пределах 10, который может спокойно рассказать, объяснить по картинке. Он знает стихотворения, загадки, скороговорки. Он хорошо владеет общей и мелкой моторикой. И вообще ребенок, который активно может взаимодействовать в новом коллективе. Опыт реализации проекта «Порискул» в Щелкове накопили уже три образовательных учреждения. Среди них детские сады номер 59 «Золотая рыбка» и номер 60 «Пчелка», где прошел семинар педагогов и воспитателей. Делились опытом, рассказывали о практических занятиях. На немецких садах активно используют новое оборудование и дидактические материалы. Развивают так называемые «Хард Скиллз» — это технические навыки счет, письмо и «Софт Скиллз» — навыки коммуникации, творчества и креативности. Вот такие наборы для изучения природы получил детский сад по проекту «Порискул». С их помощью дети расширяют кругозор, учатся бережно относиться к природе и развивают экологическое мышление. Применение техник регионального проекта на практике — это самая полезная часть работы для воспитателей. Они смогли побыть в роли дошколята и сами с удовольствием играли с широко известными в педагогической среде кругами Лулия, учились конструировать с использованием инновационной технологии автора «Игры пособий» Воскобовича. Ну, конечно, мы занимались этим, но в свободной деятельности. Но хочу дальше развивать эту тему. А в чем смысл именно вот этого задания? Ну, чтобы ребенок по образцу сложил животное, и тут развивается, конечно, воображение, фантазия и логическое мышление. В этом году экспериментальными площадками для проекта «Порискул» станут еще три образовательных учреждения. Детские сады также будут работать в тесной взаимосвязи со школами. Тем самым реализовывается принцип преемственности детского сада и школы. Образовательный процесс строится совместно воспитателями-педагогами детского сада и учителями начальной школы. В этом направлении можно пойти еще дальше. Например, в гимназии впервые применивший опыт «Порискул» ученики начальных классов берут шефство над ребятами-дошкольниками. Не исключается из этой цепочки и родители. Активное взаимодействие с ними тоже одна из задач проекта. Кстати, для их удобства существует специальное мобильное приложение «Порискул», где собрана вся подробная информация о ребенке и жизни детского сада.